Иллюстра Медиа представляет Есть нечто в человеческом естве, что инстинктивно влечет нас к величию мира природы. Влечет к захватывающим дух явлением, которые вдохновляют нас своими размерами и силой. В такие моменты нас по понятным причинам переполняет подлинное чувство благоговения. Тем не менее, самые потрясающие откровения природы не всегда измеряются просто силой или физическими масштабами. Зачастую многие из величайших чудес природы происходят в укромных уголках нашей планеты. Чудеса редкой красоты и сложности, творчества и дизайна. Чудеса, которые несутся к нам на тонких крыльях насекомого весом всего лишь несколько грамм. Метаморфозы. Когда вы рассматриваете бабочку, иногда просто не хватает слов, чтобы описать то, что вы видите. И я сказал себе, я должен быть частью этого. Это нечто необыкновенное, это биология, но это также и магия. Когда вы впервые держите в руках живую бабочку, может быть, вы поймали ее с очком или подобрали ее с цветка или еще как-то. В ваших руках невероятно красивый организм, сложно устроенный, с ножками и антенками, которые слаженно двигаются. Каждый из 20 тысяч видов бабочек отличается своеобразными цветными узорами, и каждый из них имеет различную форму крыльев. Такое разнообразие просто великолепно. Если бы я был величайшим художником в мире, мне все равно не было бы под силу придумать все эти узоры. Другими словами, это было бы просто абсолютно невозможно. Если вы пролистаете труды липидоптиролога, человека, который изучает бабочек, где-то в его работах вы найдете слова удивления. Сам факт того, что это насекомое проходит через стадию гусеницы, чтобы затем стать загадочной куколкой, из которой появляется это летающее существо, захватывал воображение людей с древнейших времен. На протяжении мировой истории бабочки затрагивали человеческий разум и душу, находя отражение в науке и философии. 3500 лет назад египетские художники изучали их анатомию, чтобы затем использовать как образец красоты и совершенства формы. В фольклоре ацтеков и майя эти насекомые символизировали жизнь и смерть. Древние греки называли бабочек «психе». Это буквально означает «душа». Сегодня мы используем такие слова, как «волшебный» и «чудесный», чтобы описать таинственный жизненный цикл этих созданий. Этот цикл почти для каждой бабочки начинается скрыто от чьего-либо взора. В зависимости от вида, самка бабочки может отложить сотни яиц на протяжении ее короткой жизни. В каждом заложено начало необычайного процесса роста и трансформации. Яйца удивительны сами по себе. Их строение специфично для каждого вида, и некоторые из них просто необыкновенны. Например, если вы посмотрите на яйцо бабочки монарха, вы увидите красивую симметричную структуру. Оно выглядит как маленький миниатюрный купол или собор. Имея диапазон размеров от булавочной головки до ширины ногтя ребенка, каждое яйцо прикрепляется к растению при помощи клейкой жидкости, выделяемой бабочкой. Яйца покрыты слоем воска, который помогает содержать их влажными и жизнеспособными. Каждое яйцо прикрепляется к определенному виду растений, который называют растения хозяин. Эти растения хозяева будут единственным источником пищи, потребляемым потомством бабочки, поэтому правильное определение их листьев и ветвей играет немаловажную роль. И самки хорошо оснащены для выполнения этой задачи. А боняние помогает насекомым распознать запах этих растений с удивительной точностью. Благодаря ему они могут найти правильные растения на расстоянии многих километров. И затем, по мере приближения к растению хозяину, бабочка может ощутить, что запах становится все сильнее и сильнее. Тогда она начинает рассматривать форму листьев. Инстинктивно она знает особенности формы листьев растения хозяина. Затем она начинает пробовать. Она делает это ножками, кончиками своих передних ножек. Ими она барабанит по листьям и царапает их. А потом при помощи хоботка она пробует сок из царапины на вкус. Она также различает запахи антенками, так что у нее есть ножки, и у нее есть хоботок, у нее есть антенки, у нее есть все для того, чтобы убедиться, что это правильное растение. Если это неправильное растение хозяин, ее гусеницы погибнут. Бабочки никогда не ошибаются. Неужели это не восхитительно? Это просто одно из величайших чудес природы. У многих видов бабочек яйца созревают в течение недели. Затем новорожденная гусеница или личинка не теряет понапрасну времени и начинает второй этап своего пути к взрослой жизни. Мы называем их поедающими машинами, потому что их единственная цель в жизни – это есть и расти, есть и расти. Когда гусеница всерьез голодна и занята едой, вы даже можете услышать, как она ест. Немного напоминает, как мы едим почата кукурузы. Гусеница откусывает кусочек, затем откусывает еще немного. Она лишь жует, жует и жует. Откусывает и жует, откусывает и жует. Для накопления материала для следующего этапа жизни. Гусеница может прибавлять в весе настолько быстро, что каждый день она будет съедать свой собственный вес в листовой массе. Оснащенный мощными челюстями и желудочно-кишечным трактом, который проходит по всей длине ее тела, этот желудок с ногами может умножить свой изначальный вес от рождения более чем в 3000 раз, менее чем за две недели. Чтобы продемонстрировать, насколько поразительно это увеличение веса, представьте, у вас родился ребенок весом в 3 килограмма, и по мере того, как он рос, он увеличил свой вес в 3000 раз. У вас был бы ребенок весом в 9 тонн. Это гигантский ребенок. Рост гусеницы перемежается интенсивными вспышками изменений, которые мы называем линькой. Представьте внешний слой гусеницы как своего рода гидрокостюм. Он эластичен, но лишь немного. Он водонепроницаем, предохраняет гусеницу от обезвоживания. И когда гусеница растет, она заполняет этот гидрокостюм, и в конечном итоге она достигает точки, когда дальнейший рост невозможен. Тогда она должна сделать новую большую оболочку. Линька начинается, когда гусеница начинает вращаться и выстилает своим шелком субстрат. Она надежно закрепляет свое тело на нем небольшими зубцами на ногах. Затем она разрывает кожу возле капсулы, покрывающей ее голову. В кутикуле, в коже гусеницы, можно найти сенсоры, которые выполняют роль детекторов растяжения. Они определяют количество давления или напряжения, которое испытывает кожа. И когда оно слишком велико, детекторы посылают сигнал в мозг гусеницы, который затем выделяет гормон, вызывающий линьку. Гусеница проходит через 4 или 5 линьек. Ее быстрорастущее тело состоит из двух различных популяций клеток. Личиночных клеток, формирующих органы ее тела и поддерживающих их функционирование, и имагинальных клеток, обеспечивающих ее будущее как бабочки. На более поздних этапах развития гусеницы можно заметить то, что называется имагинальными дисками. Это клетки, предшественники того, что впоследствии станет крыльями и ножками или сенсорными структурами взрослого насекомого. Когда приближается конец стадии личинки, гусеница перестает есть, находит уединенное место и сплетает новый шелковый субстрат. Затем она прикрепляется парой крючков на конце своего тела и висит почти неподвижно. Она будет висеть так в течение дня или около того, как правило, в крючкообразном положении. Различного рода химические реакции протекают в это время внутри гусеницы. Она меняет цвет, и нам тяжело представить, что происходит внутри, пока она вдруг не начнет накачивать жидкость до тех пор, пока кожа не треснет. Последняя линька гусеницы знаменует начало третьего этапа развития бабочки и появление необыкновенной структуры, называемой куколкой. В то время, как старая кожа отбрасывается, кремастер, тонкое расширение верхней части куколки, прокладывает путь, чтобы занять нужное положение и намертво ухватиться за шелковый субстрат. При помощи сканирующего электронного микроскопа кремастер увеличен более чем в 500 раз. У гусеницы есть микроскопические крючки на кремастере, и она хватается ими за шелковый субстрат, помещенный ею на нижнюю часть листа или ветки. Затем она начинает вращаться. И эта гусеница вертится, вертится и вертится, потому что она хочет избавиться от старой кожи, которая еще осталась на ней. В последующий час куколка твердеет и принимает свою окончательную форму, давая начало таким образом одному из самых увлекательных процессов в природе — превращению гусеницы в бабочку. То, что вы видите в куколке, представляет собой не бесформенную массу, а скорее нечто очень похожее на форму взрослой бабочки. Вы можете рассмотреть подкладки для крыльев, место, где будут формироваться крылышки бабочки. Вы можете увидеть, как формируется голова и посеточные глаза, видимые через внешнюю оболочку куколки. Брюшные сегменты четко отделены от грудных сегментов, которым будут прикреплены крылья. Все это поразительно ново по сравнению с гусеницей, в которой все выглядело одинаково по всей длине ее тела. Это превращение от наземного травоядного членистоногого с ограниченным зрением и мобильностью в красивое крылатое насекомое, которое питается нектаром, обладает исключительным чутьем и может летать на расстоянии 80 километров в день. Это действительно чудо природного мира. Как именно происходят эти изменения, все еще во многом остается загадкой. Тем не менее, инновационные исследования, проведенные на уровне молекул и клеток, дают нам новые удивительные данные. Существует определенная преемственность тканей от гусеницы к взрослой бабочке. Но большая часть того, что составляла гусеницу, исчезнет и превратится в новые структуры, которым нет аналогов строения гусеницы. Например, в гусенице нет ничего, что напоминало бы фасеточное строение глаз взрослой бабочки. У гусеницы нет ничего, напоминающего хоботок или длинные ножки с суставами. Поэтому все это новые структуры, которые будут сформированы. У метаморфических насекомых присутствуют задатки для двух возможных тел. Сначала вам нужно сформировать один функциональный план тела, а затем переключиться на формирование новой структуры тела. Меня поражает даже тот процесс развития, когда бабочка превращается из яйца в гусеницу, потому что это уже очень сложный процесс. Но за этим следует переход в стадию куколки, когда снова очень важно, чтобы все прошло правильно. Так что это своего рода проблема в квадрате. Создание бабочки начинается с частичного уничтожения гусеницы. Внутри кокона личиночные клетки, те из которых были построены конечности и органы гусеницы, систематически перевариваются и расщепляются. Бабочка должна избавиться или переварить гусеничные ткани. Они не подходят для взрослого насекомого, поэтому сами клетки исчезают, а их компоненты перерабатываются и превращаются в своего рода суп, из которого будут построены структуры взрослого насекомого. В ходе этого процесса имагинальные клетки, составляющие основу тела взрослого насекомого, сберегаются для того, чтобы впоследствии дифференцироваться и размножаться. Заметьте, что гибель клеток запрограммирована. Это не то, что происходит по воле случая. Если вы уничтожите не те клетки, вам не миновать беды. Этот процесс тщательно спроектирован. Вам нужно будет сохранить некоторые из клеточных популяций, поэтому вам необходимо знать конечную цель еще до запуска этого процесса. Не нужно, чтобы абсолютно все переварилось. Лишь только то, что должно быть устранено. Только тогда имагинальные диски начнут увеличиваться с большей скоростью, и вы можете проследить этот непрерывный путь в узоре на крыле бабочки. Этот извечный спектакль смерти и обновления исполняется внутри куколки, где нет зрителей и аплодисментов. В течение последних двух десятилетий ученые усердно трудились, чтобы приоткрыть этот занавес. Я работал над этим на протяжении 15 лет. Идея каким-то образом сфотографировать то, что происходит внутри куколки, витало в воздухе все это время. И тогда я подумал о том, что магнитно-резонансная томография может стать идеальным инструментом, дающим нам возможность увидеть то, что происходит внутри куколки. Проблема визуального документирования развития бабочки привела биолога Ричарда Стрингера в университет Дюка, где находится центр ин-виво микроскопии. Именно там, на протяжении 10 дней, куколка бабочки-монарха была просканирована по мере того, как она проходила полный цикл метаморфоза. Каждое сканирование визуально разделяло куколку на более чем 200 слоев. В течение 8 часов первого дня сканирования Стрингер наблюдал значительные изменения. Даже в самом начале развития куколки уже можно было рассмотреть формирование того, что впоследствии станет частью бабочки, в том числе голову, включая головной мозг, а также мышцы, ног, крылья, антенки. Чем дольше он сканировал, тем больше появлялось новых деталей. Данные магнитно-резонансного сканирования, проведенного Стрингером, были позже использованы для создания трехмерного рассечения тела бабочки во время его формирования внутри куколки. В первый день массивный пищеварительный тракт гусеницы все еще сохраняет свои изначальные размеры. На десятый день, за несколько часов до появления бабочки, пищеварительный тракт уже полностью перестроен. Теперь он составляет лишь 25% от изначального размера, что идеально для взрослого насекомого, которое питается почти исключительно нектаром. Во время этого преобразования репродуктивные органы бабочки, которые отсутствуют у гусеницы, полностью развиваются. Трубчатое по форме сердце насекомого перестраивается так, чтобы поместиться и функционировать в животе бабочки. Драматичные анатомические изменения продолжаются в передней части куколки. Простые глаза, свойственные гусеницы, которые способны только отличать тьму от цвета, заменяются на более крупные и сложные органы зрения. Мышечная система, которая будет обеспечивать возможность полета и передвижения, строится как с иммагинальных, так и с переработанных личиночных клеток. Шесть ног бабочки, две антенны и хоботок, отвечающие за питание, формируются индивидуально, будучи плотно спрессованы в одну массу возле стенки кокона. Затем четыре крыла, каждая из которых пронизана сложным сплетением вен и чешуек, формируются, украшаются и совершенствуются менее чем за две недели. Теперь это как другой организм. И на протяжении недели изменения будут происходить в сердце, изменения будут происходить в антеннах, изменения будут происходить в репродуктивных органах. Это как своего рода большой оркестр. Вы наблюдаете за большим оркестром, у которого есть дирижер, какая-то сила, которая дирижирует или отвечает за все это. Я могу сказать без тени сомнения, это самое удивительное, что я когда-либо видел. Субтитры создавал DimaTorzok Из гусеницы в бабочку. Переход к совершенно новому образу жизни почти завершен. Сразу же после появления на свет бабочка делает последние приготовления для того, чтобы летать и есть, работая над завершением формирования хоботка и крыльев. Хоботок это своего рода язык трубочка, пустая в середине. В голове бабочки есть мышцы, отвечающие за всасывание пищи, нечто вроде насоса для нектара. В куколке хоботок формируется из двух отдельных частей. Сразу же после появления на свет бабочка должна собрать половинки в единое целое или умереть от голода. Это трубочка из двух частей. На одной из сторон есть полость, и она должна попасть в полость на другой стороне. На голове бабочки можно заметить маленькие придатки, своего рода щупики. Эти щупики, скорее всего, находятся там для того, чтобы защищать хоботок и помочь сложить его. В то время как бабочка складывает хоботок в одно целое, крылья также принимают окончательную форму. Когда бабочка покидает куколку, ее крылья напоминают бархат. Они мягкие и гибкие. В них проложены вены. Крылья пронизаны венами. И вот бабочка, используя мышцы живота, выталкивает гемолимфическую жидкость в вены, находящиеся в крыльях, чтобы расправить их в правильный размер и форму. Каждая из четырех крыльев бабочки покрыта тысячами микроскопических чешуек, которые своим расположением напоминают черепицу на крыше. Эти чешуйки не только обеспечивают аэродинамическую эффективность и красоту рисунков на крыльях, но они также выполняют функцию солнечных батарей, накапливая тепло, необходимое для согревания мышц этих кладнокровных насекомых во время полета. Глаза бабочки также формируются из большого количества составных частей. Тысячи гексагональных рецепторов света работают в унисон, чтобы обеспечить насекомое мозаичным изображением окружающей среды. В то же время сферическая форма каждого сложного глаза обеспечивает поле зрения более чем в 180 градусов. В настоящее время лучшие биологи и химики мира пытаются изучить процесс метаморфоза на нескольких новых уровнях, в надежде интегрировать его с достижениями и методами, доступными в молекулярной биологии и современных системах визуализации. В случае бабочек, его можно сравнить с прекрасным произведением искусства. Вы можете оценить его с технической точки зрения, думая о том, что было необходимо для того, чтобы нанести пигмент на холст и так далее. Но на самом деле общая картина намного богаче и гораздо более значительна. Нам известны лишь общие черты некоторых процессов, которые происходят при метаморфозе. Это тайна. Это как черный ящик. На входе – личинка. Черный ящик. На выходе – бабочка. Что произошло? Как это получилось? Нам известна лишь одна тысячная доля информации о том, что происходит внутри этих насекомых, о процессах внутри этого мозга с булавочной головкой и о всех возможностях насекомого. Как оно может перемещаться, как оно может мигрировать, как оно способно находить самку, как оно находит растение. Это одно из величайших чудес света. По мере того, как наука проникает все глубже в жизненный цикл 20 тысяч видов бабочек, которые, насколько нам известно, населяют Землю, одна история про бабочек выделяется особо. Это своего рода эпическая сага, действие которой разворачивается на всем континенте и описывает путешествия в самое сердце красоты и тайны, присущей метаморфозе. На протяжении более 30 лет исследователи со всего мира, включая биолога Томаса Эмиля, отправлялись в уединенный лес, чтобы изучить явление, которому нет аналогов в природе. Миграция бабочки монарха в Мексику. Я ездил туда каждый год, начиная с 1981 года. И много лет я путешествовал более чем 4 поездок в год. Этот вид бабочек делает нечто сногсшибательное. Вы только представьте себе, 300 миллионов монархов, собранных в одном месте. Им приходилось пролететь от 4 тысяч до 5 тысяч километров, чтобы оказаться в этих крошечных 12-х зонах, которые все еще существуют в трансвулканическом массиве центральной части Южной Мексики. Ежегодная миграция монарха начинается в сентябре, когда большая часть бабочек, населяющих Северную Америку, к востоку от скалистых гор, перелетают в Центральную Мексику. Их путешествие может растянуться более чем на 4 тысячи километров, и это очень важно по двум причинам. Монархи — это тропический вид бабочек, который не переживет зимние морозы Среднего Запада и Канады. К тому же их жизненный цикл зависит от молочая. Более чем сотни видов молочая растут по всей территории Соединенных Штатов в весеннее и летнее время. Это единственное растение-хозяин, которое самка монарха выбирает для того, чтобы отложить яйца. В листьях молочая содержатся сердечные гликозиды, токсические химические вещества, которые могут вызвать болезнь или смерть. После вылупления гусеница съедает растение и накапливает его яд во внешние прослойки кожи. Затем, во время метаморфоза, глюкозиды передаются от гусеницы к взрослому насекомому. Поэтому всякий раз, когда монарх взмахивает крылышками, их отличительный узор служит своего рода предупреждением для хищников. Не ешь меня! Я очень плохой на вкус. Как и монарх, молочай не может выжить в условиях суровой североамериканской зимы, поэтому к концу августа он превращается в семена. И в этот момент монарх останавливает свою репродуктивную деятельность. Если это самка, она прекращает откладывать яйца. Если это самец, он не выделяет семенную жидкость. Они по-прежнему питаются, активны, но не проявляют интереса к воспроизведению потомства. Молочая, необходимого для яиц, не будет до весны, и монархи полностью посвящают этот период своей жизни для подготовки к трансконтинентальному перелету. Они проводят последние недели лета, запасаясь нектаром и откладывая запасы углеводов и жиров, топлива, необходимого для их путешествия. Монархи, рожденные летом или в начале весны, живут только лишь 2-4 недели. Но поколение, которое появляется на свет в августе, генетически запрограммировано жить до 9 месяцев, условия, имеющие решающее значение для их выживания. Последнее поколение лета, которое проживет всю зиму и доживет до следующей весны, является непростой загадкой для биологов, потому что до этого у нас было 2-3 поколения бабочек, где взрослая насекомая жила не более 2 недель, может, 3-4 недели, и затем умирала. И теперь вдруг у нас есть поколение, которое будет жить 9 месяцев, в 9 раз больше. Есть предположение, что это поколение отличается на генетическом уровне, имея 6 уникальных генов, которые дают этому поколению возможность жить так долго. Зачастую их называют поколением Мафусаила, так как их долговечность позволяет бабочкам совершить перелет на юг, который длится 8 недель, пережить 4 зимних месяца, и затем начать обратный путь на север для создания нового весеннего поколения монархов. С приближением осени угол Солнца в полдень опускается ниже 56 градусов. Сокращение дня служит знаком для бабочек, что пришло время начать их миграцию. Слаженная работа органов чувств позволит им не сбиться с курса в их путешествии на юг. Вопрос заключается в том, как бабочка находит правильное направление. Необходимо принять во внимание несколько вещей. Бабочки способны проследить протяженность дня при помощи крошечных органов на своих антенках. Они могут визуально определить положение Солнца над горизонтом, а также сравнить данные о движении Солнца с раннего утра от восточного горизонта и до западного горизонта в конце дня на закате с биологическими часами, заложенными в их мозг. Таким образом, они продвигаются на юг, ориентируясь по Солнцу и корректируя свой курс полета каждый день. Из мест настолько отдаленных на севере, как Канада, Мичиган и Мэйн, монархи путешествуют, проходя в среднем 80 километров в день, скользя по термическим потокам теплого воздуха. К середине октября их основные маршруты миграции пересекаются, так как большинство бабочек собираются вместе в Южном Техасе перед тем, как пересечь границу. Некоторые, однако, выбирают более прямой маршрут через Мексиканский залив. В конце октября, по вечерам, когда проходит холодный фронт, монархи оседают на газовых и нефтяных вышках в заливе. Возможно, привлеченные светом, бабочки прерывают самый длинный беспосадочный этап своего путешествия. Здесь, среди труб, канатов и тяжелой техники, они отдыхают ночью. В 1993 году биолог Гэри Рос вместе с командой добровольцев документировал остановку монархов на более чем 20 нефтяных платформах в течение двух недель. На рассвете бабочки согревают свои летательные мышцы, рассчитывают свой путь по положению солнца и затем продолжают путешествия. После пересечения южной границы штата Техас, монархи, путешествующие с востока, сливаются в один совместный воздушный коридор шириной около 80 километров. На этом отрезке их миграции на юг они следуют географии Сьерра-Мадре, восточного горного хребта. Затем, приближаясь к области, называемой Сьерра-Горда, они резко меняют направление и срезают через перевал в направлении юго-запада ко внутренней части Мексики. Там заканчивается пустыня и начинаются поперечные горные хребты, которые проходят с запада на восток, так называемый трансвулканический массив. Это самый высокий горный хребет в Мексике. Эти горы содержат богатые залежи тяжелых металлов, которые, возможно, играют важную роль в навигации монарха. Золото, железо, марганец, медь. Все эти металлы создают аномальное магнитное поле. И, похоже, это играет немаловажную роль в привлечении монархов, потому как в организме монархов есть мелкие частицы минерала магнетита у основания крыльев, грудной клетки и живота. И это, как полагают, помогает им ориентироваться именно на эту горную цепь. Благодаря наличию очень сильной магнитной аномалии по мере приближения к ней, так как все эти тяжелые металлы здесь находятся у поверхности. Таким образом, частицы магнетита вращаются, как маленький стержневой магнит внутри клеток монарха, посылая сигналы бабочке о том, в каком направлении ей лететь. До конца 20 века единственными людьми, которые могли наблюдать прибытие бабочек в Мексику, были фермеры и шахтеры, живущие и работающие в этих вулканических горах. Затем, 2 января 1975 года, в лесу, находящемся в 100 километрах к западу от Мехико, яркое открытие стало достоянием всего мира. Миллионы бабочек монархов собрались в хвойном лесу О'Ямел. На высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Это был момент, когда наука увидела истинные масштабы миграции восточных монархов. Один из самых замечательных фактов, связанных с этой миграцией, это то, что все эти бабочки никогда ранее не проделывали этого путешествия. Возможно, это делали их бабушки и дедушки, или прабабушки и прадедушки 2-3-4 поколения назад. У них нет лидера, который бы проделал этот путь раньше. В отличие от американских и канадских журавлей, у бабочек нет более опытных взрослых, которые могли бы взять на себя инициативу и показать им, куда лететь и где остановиться на ночь. С 1975 года десятки постоянно зимующих колоний были обнаружены в этих горах. Каждая из них поддерживает точно сбалансированный микроклимат, который помогает монархам дожить до наступления весны. Средняя температура в колониях колеблется от 2 до 15 градусов Цельсия. Это достаточно тепло, чтобы защитить насекомых от замерзания, и достаточно холодно, чтобы минимизировать их расход энергии. На протяжении более 4 месяцев сотни миллионов бабочек живут в состоянии полусна, постепенно поглощая запасы питательных веществ, которые они накопили в течение лета. Кора и иглы хвои служат стабильными опорами. Собираясь в насесты на нескольких уровнях, бабочки переживают несколько дней или недель ненастной погоды. Субтитры создавал DimaTorzok С приходом весны насекомые готовятся покинуть место зимовки. По мере того, как солнце нагревает колонию, монархи покидают свои насесты на несколько часов каждый день. Они делают короткие перелеты в поисках нектара и воды, которые будут питать их во время путешествия на север. На более низких высотах они питаются свежераспустившимися цветами горных трав и собирают влагу из мокрой травы и ручейков, стекающих с гор. Увеличение продолжительности дня вызывает изменения в биологии монарха. В начале марта репродуктивные органы бабочек активизируются. Самцы начинают вырабатывать семенную жидкость, а самки — яйца. После спаривания они покидают колонии и направляются на север, где они дадут начало новому поколению. Время, когда монархи покидают Мексику, совпадает со временем появления нового урожая молочая на юге Техаса. Когда самки найдут растения хозяева, они отложат яйца. Их жизненный цикл теперь завершен, и они вскоре умрут. На протяжении весны и лета последующие поколения монархов, каждая из которых живет около четырех недель, следует за ростом молочая, постепенно продвигаясь и оседая по всему Среднему Западу США и Южной Канаде. И затем, в конце августа, возле молочной фермы в Миннесоте или у озера Онтарио, бабочки из нового поколения Мафусаила готовы начать великое переселение еще раз. Просто невозможно наблюдать превращение гусеницы в бабочку и не спросить, как. Их метаморфозы, их миграция, их жизненный цикл. Как это происходит? Как это регулируется? Как это контролируется? Эти чудесные и замечательные преобразования. Биолог, который работает над подобной проблемой, будет рассматривать ее головоломку через аналитический фильтр, через объектив. Это один из методов понять проблему. И для большинства биологов этим объективом будет служить ненаправленный эволюционный процесс. С конца 19 века большинство объяснений жизненного цикла бабочки или любого другого организма основывалось на главной предпосылке. Чтобы считаться научным объяснением, оно должно основываться исключительно на естественных причинах. Эта точка зрения была впервые опубликована Чарльзом Дарвином в его теории эволюции путем случайных изменений и естественного отбора. И сегодня она считается основополагающей теорией современной биологии. Но может ли подобная теория объяснить природу метаморфозы? Эволюционное понимание жизни, в частности, Дарвиновский взгляд на жизнь, предполагает, что работа организма, его основные функции и все его детали в конечном счете связаны с требованиями естественного отбора. Поэтому для создания первых бабочек естественный отбор должен был бы происходить исключительно путем генетических мутаций. Они — главная составляющая эволюции. Мутация — это ошибка в ДНК живого организма, изменение генетического кода. Теория естественного отбора утверждает, что накопление мутаций на протяжении огромных периодов времени продвигала эволюцию всех сложных форм жизни на Земле. Проще говоря, мутации — это ошибки, это изменения в ДНК. И эти мутации являются результатом случайности. Они неуправляемы и не направлены на то, чтобы протекать в правильном порядке и в нужное время. В этом процессе нет предвидения замысла, нет понимания того, в чем организм будет нуждаться в будущем. Здесь возникает серьезная проблема, особенно если принять во внимание самую важную часть метаморфоза — куколку. куколка бабочки соединяет два принципиально разных способа жизни. Она одновременно служит мостом и мастерской, где один вид организма превращается в другой. грандиозность этого преобразования можно сравнить с тем, как если бы модель Форда внезапно закрыла себя в гараже. Внутри этого гаража большая часть машины распадалась бы на фрагменты металла, резины, стекла. И затем эти части преобразовались бы в более сложные компоненты, чем любые ранее существовавшие в этой модели. Несколько дней спустя дверь гаража вдруг распахнулась бы настижь, и радикально новый вид транспорта взлетел бы в небо. Заметьте, что эта аналогия — плод чистой фантазии. Но даже если бы это каким-то образом можно было бы воплотить в реальность, и не думаю, что превращение автомобиля в вертолет было бы столь же впечатляющими, как настоящее преобразование, которое происходит внутри куколки. С момента формирования куколки ткани гусеницы разрушаются, и затем перерабатываются и используются в построении крыльев, сложных глаз, репродуктивных органов и навигационных систем потрясающей красоты и эффективности. Однако, несмотря на важность гибели клеток в куколке, истоки этого процесса невозможно объяснить логикой естественного отбора. Одним из основных требований естественного отбора является возможность воспроизведения. Вы должны быть в состоянии сделать копии самого себя, в частности, ваших генов. Вы должны суметь передать их дальше. Но куколка, если ее не рассматривать как мост к чему-то в будущем, не более чем гроб. Если вы гусеница, вы просто кладете себя в могилу. Превратить свое тело в молекулярный суп это нечто иное, как самоубийство. Гусеница, если она не превратится во взрослые насекомые, она бесполезна, так как она не может размножаться. С эволюционной точки зрения вы оказываетесь в тупике, так как у вас не будет потомства. Поэтому идея покончить с собой не имела бы никакого смысла. Если у вас нет еще одного запасного плана, я знаю, что могу покончить с собой, потому что в будущем появится новая версия меня. Гусеница, она бы не превращалась бы в куколку, если бы у нее не было плана выхода из этого положения. Она как бы думает, я превращаюсь во взрослую бабочку, я смогу восстановить эти ткани взрослой жизни, покинуть куколку и жить дальше. Но это не то, как должен протекать естественный отбор. Ему не свойственно заглядывать в будущее и каким-то образом предугадать то, в чем развивающийся организм будет нуждаться через неделю или месяц, или через тысячу лет. Поэтому, если первые гусеницы проходили процесс эволюции без возможности предвидения, очень маловероятно, что естественный отбор сохранил бы такой разрушительный процесс, как гибель клеток. Это отсутствие предвидения не единственный вызов теории Дарвина. Биологи уже давно признали, что естественный отбор не может происходить большими эволюционными скачками. Напротив, процесс может только продвигаться посредством небольших нарастающих шагов. Изменения меньших масштабов, согласно теории эволюции, имеют больше шансов быть унаследованными, потому как они относительно незначительны в масштабах. Это значит, что они будут менее разрушительными и будут легче переноситься организмам. Но когда речь заходит об истоках метаморфоза, понятие постепенного эволюционного изменения заходит в тупик. По своей природе, метаморфоза является процессом типа «все или ничего». На протяжении всей биологической истории его успех зависел от наличия полного набора инструкций, включая гены, белки и программы развития, необходимые для их интегрирования. Все это должно быть подготовлено заранее. У гусеницы должны быть все необходимые гены, все регуляторные элементы, которые ответственны за включение и выключение необходимых генов. Все клетки должны быть заранее запрограммированы делать то, что им необходимо, чтобы они смогли правильно отреагировать на полученные сигналы. Клетки личинки должны знать, когда пришло их время умереть. Не забывайте о том, что гусеница не думает обо всем этом. Она не говорит сама себе так, пришло время, чтобы растворить мой эпидермис, и что мне делать с этим кишечником? Надо немного поработать над пищеварительным трактом. Нет, это все должно произойти быстро и согласованно. Как только вы начинаете стадию куколки, дороги обратно нет. Вы должны завершить переход. Гусеница, оснащенная лишь для первых 10-20% метаморфозы, не сможет пережить этот процесс. Частичное завершение на полдороге процесса, задачей которого является появление взрослого насекомого, невозможно. Вы должны воссоздать ножки, антенны и глаза взрослого насекомого. Вы должны изменить форму мозга и конфигурацию связи между антенками и глазами. Вы должны переделать кишечный тракт таким образом, чтобы он переключился с поедания листьев к питанию нектаром. Сколько мутаций нужно для этого и как их все скоординировать? Если у вас получится правильные глаза, но неправильный кишечник, бабочка не получилась. Если у вас получится правильно сделать ножки и крылья, но мышцы не будут правильно соединены, бабочка не сдвинется с места, она мертва. Теперь, я думаю, вы осознаете всю глубину проблемы. Для эволюции создать такой процесс постепенно было бы чудом. Если метаморфоза пришла в мир благодаря ненаправленному процессу, то это должно было бы получиться с первой попытки. Одним махом. Естественный отбор, согласно определению, не может построить такой процесс. Чтобы создать процесс подобной метаморфозе, вам понадобится совершенно другой источник. Нечто, что может рассмотреть цель на расстоянии, держать эту цель в фокусе и предоставить все необходимые ресурсы, чтобы попасть в яблочко с первого выстрела. Я думаю, что единственный первоисточник, которому под силу все это является, разумной действующей силой. С философской точки зрения намек на разумный замысел как объяснение происхождения и развития жизни противоречит предпосылкам многих биологов. Но если взглянуть объективно, можно найти множество доказательств внутри куколки и на крыльях бабочки монарха. Метаморфоза не только бросает вызов дарвиновскому пониманию жизни. На самом деле она направляет взор при помощи позитивных аргументов к истине разумного замысла. Если вы видели механическое устройство и изощренность бабочки, вы ни на минуту не усомнитесь в наличии разумного замысла. Бабочка ведь настолько сложно устроена, что это почти выходит за пределы нашего понимания и возможности сделать нечто подобное. Планирование, предвидение, дизайн, проектирование. Как правило, в нашем повседневном опыте, когда мы видим выполнение этих критериев, когда мы видим наличие этих показателей, мы говорим, это однозначное доказательство разумного замысла. Чтобы создать бабочку, необходима первопричина, которая может визуализировать конечную цель, чтобы затем направлять каждый шаг процесса для достижения этой цели. Только интеллект способен на такое и не что иное из того, что нам известно. Кроме того, необходим первоисточник, который смог бы повторно использовать составляющие части более низкого уровня, чтобы построить другую систему более высокого уровня. В случае бабочек, те же гены и белки, которые составляли гусеницу, могут быть повторно использованы, чтобы воссоздать взрослые летающие насекомые. Лауреат Нобелевской премии генетик Барбара МакКлинток отметила, что это поразительно, что два блестящие разработанных организма имеют один и тот же геном. Чтобы создать бабочку, вы должны быть в состоянии собрать вместе сложную сеть подструктур, таких как крылья, навигационные системы и хоботок, а затем интегрировать все эти системы в один очень сложный организм. Для этого также нужна первопричина с мышлением художника по отношению к цвету, рисунку и форме. Необходимо чувство красоты и эстетики, которая простирается далеко за пределы улитарных целей, таких как камуфляж или опознание видов. Вполне возможно, что красота бабочек существует не только ради размножения или выживания, но также для нашего наслаждения. Многие из моих знакомых, которые изучают биологию, делают это потому, что они находят в ней красоту. У естественного отбора нет никаких причин для создания красоты. Красота является знаком трансцендентного. Она дается безвозмездно. Мы все можем распознать ее. Мы просто должны признать то, на что она указывает. Человеческие существа наделены уникальной способностью, которая позволяет нам взвесить доказательства и затем прийти к логическим выводам. Это как раз то, что делает наука. Когда вы находите в природе некоторые явления, на вас, как на исследователей, лежит ответственность за поиск причины, которая объяснит следствие. Когда вы взвесите все доказательства, проявленные в метаморфозе, и затем спросите себя, исходя из моего опыта, какие причины могут привести к таким результатам, я думаю, что единственным разумным ответом будет разум, который выходит за пределы физического мира. Дизайнер с предвидением, инженерным гением и художественным подходом, и умением осветить небо в летний день, великолепным доказательством того, что жизнь на Земле является производным чего-то большего, нежели просто слепой, ненаправленный процесс. Субтитры создавал DimaTorzok